Но согласитесь, носился и трепетал, наверное, все-таки немножко разные понятия, разные слова, разные действия. И особенно, когда мы можем это сравнить с орлом, трепещущим над своим гнездом, для меня это открытие было сильным. И понял я здесь немножко больше, увидел, по крайней мере, наверное, немножко больше. И, кстати, слово «дух» на иврите — это женский род. И это никак не связывает нас или не отправляет нас к женским корням, как, например, Бог Всемогущий, Эль-Шадай. И здесь тоже вроде бы как бы женский род и что-то непонятное, потому что мы привыкли ассоциировать Бога вообще с мужским родом. Да, вообще-то у нас проблема в том, что нам как-то вот за эти многие года воспитания навязали некоторые понятия. Как, например, если ты думаешь о Иисусе, перед тобой сразу всплывают какие-то картинки, которые ты когда-то видел в детской Библии, в мультиках или в фильмах. Также и Бога рисуют некоторые, которые имеют смелость изображать Бога как какого-то старца с седыми волосами, и потом этот образ рисуется у тебя в голове. То здесь в еврейском языке это все можно очень быстро сломать, эти все стереотипы, потому что дух женского рода, Эль-Шадай, мы встречаем. Но здесь больше идет, наверное, намек на материнское начало, так как мать, она вскармливает младенца, она производит на свет, можно сказать, младенца. И поэтому это слово, оно имеет этот смысл, наверное. На самом деле мы помещены вообще в рамки еврейского народа, в рамки еврейского языка, хотим мы этого или нет. Нет, Господь Бог избрал еврейский народ, Он его выделил из всех народов, Он выделил эту культуру и через них дал нам, в принципе, свое слово. Поэтому, если мы хотим наиболее точно и глубоко исследовать Священное Писание, нам придется изучать культуру этого прекрасного народа, язык этого прекрасного народа. И тогда определенно откроется немножко больше. Далее мы читаем о днях творения, а может быть и не днях. Но, по крайней мере, в буквальном смысле, если воспринимать это слово, то здесь написано о днях творения. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро день один». Друзья, солнце пока что еще не существует, луны тоже, но есть свет. И у многих возникает вопрос, что за свет? Какой свет создал Бог? И как вообще можно считать день? Насколько он был длинным, этот день? Так как вообще-то должно быть солнце, должна быть луна, и наше привычное понимание, и в нашем обычном понимании Земля должна вращаться вокруг солнца для того, чтобы у нас было то время, которое сейчас существует. 7 дней в неделю, 24-часовые сутки и так далее. Но здесь солнца еще нет, луны тоже. Но Бог создал свет и сказал, да будет свет. Интересный факт, что на иврите слово «сказал» и «сделал» — это одно и то же слово. «Сказал» и «сделал». В Новом Завете Иисус своим ученикам, это было Матфея, 5 глава, 37 стих вроде бы, там говорится, что «но слово ваше да будет да, да и нет, нет». Все, что сверх этого, это от лукавого, сказал Иисус. И в оригинале это звучит несколько по-другому, но суть раскрывается совершенно другим образом. И если кто-то спрашивал, что значит от лукавого, да-да, нет-нет, а что я так, все, что остальное говорю, это от лукавого. Как так можно? А как так можно говорить только да-да, нет-нет? Есть различные размышления в этом направлении, но смотрите, что написано в оригинале. Вместо «да-да» и «нет-нет» сказано, сделано. В еврейской культуре, если человек хочет что-то подчеркнуть, особо выделить, он должен повторить это два раза. Поэтому эта пара «сказано-сказано», «сделано-сделано» — это пара, которая должна присутствовать. То есть Иисус хотел сказать этим, что ваши действия, они не должны отличаться от ваших слов. Он неоднократно говорил то, что делают фарисеи и книжники, не делайте. Но то, что говорят они, поступайте так, потому что говорят они то, что нужно, то, что важно. Правильные вещи говорят они, но они так не живут. И в этом плане Иисус говорил, чтобы наши слова, они не расходились с нашими делами. Господь Бог призывает нас, чтобы мы были человеком слова, человеком дела. Все, что мы говорим другим, все, что мы говорим в церкви, на работе, на улице, с соседями, все, что мы говорим в кругу близких наших, это должно быть и делом. Но мы не должны жить по-другому. Сказано, сделано. Это мы видим и в начале при сотворении мира. Да будет свет и стал свет. Господь Бог сказал и сделано так. Итак, мы потихоньку подошли к творению, к самому действию творения, когда Бог начал творить. И здесь есть несколько также теорий, о которых хотелось коротко поговорить. Я просто скажу часть теорий, которые наиболее такие укоренившиеся, которые более или менее прижились в обществе. Не факт, что они все правильные или неправильные. Мы просто говорим о том, что есть. Итак, первая теория – это дни. То есть, есть предположение, что Бог, например, в один день сотворил свет, и потом между первым и вторым днем целая эпоха. Там могут быть миллиарды лет. В принципе, это то, что сейчас навязывают ученые нам. Когда они говорят, там, миллиарды лет, сначала был такой-то период, та эпоха, а потом была другая эпоха, там, несколько миллиардов лет. Вот. Это одна из теорий. Теория, в принципе, достаточно такая светская и мирская. Вторая – это теория Старого Мира, о которой мы уже говорили, которую мы затрагивали, так как между первым и вторым стихом наблюдается некий разрыв. И хаос, который был тогда, он произошел после какого-то стройного мира, стройной конструкции. Что-то случилось с миром. Так вот, эта теория – это теория Старого Мира, то есть уничтоженного, возможно, вследствие вот этой войны, как предполагают приверженцы этой теории. Но как оно там было, сейчас сложно сказать. Это одна из теорий. Следующая теория – это все воспринимать буквально. То есть, как написано здесь, все так и воспринимать. Многие христиане именно так и воспринимают. Но вообще верим в такие вещи, которые, ну, в принципе, для человека нереальны. Но мы блажены, потому что мы верим. И слава Богу, что у нас есть вера, какой бы маленькой она ни была. Вы знаете, я такое с детства слышал пример, когда одну бабушку верующую пару месяцев задали, говорят, ну, как можно в это вообще верить? Как может, например, там, Бог сказать киту, кит проглотил иону или большая рыба, и она его еще и довезла, да, вместо такси обратно в Ниневию. Ну, невозможно вообще три дня в этой рыбе не находиться. На что бабушка – это верующая, благочестивая. Бабушка отвечает, что я бы поверила, даже если бы Бог сказал ионе кита проглотить, я бы и в это поверила. То есть, сама суть, она не в том, что реально, что нереально, а суть в вере. Поэтому блаженный, невидящий и верующий. Так вот, это одна из теорий, теория принимать все буквально. И многие так и делают. Но есть еще одна очень интересная теория, и очень такая сильная теория. В одном из псалмов Давид употребляет некое сравнение, где он пишет, что для Бога есть один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот некоторые вот это слово, этот слово оборот берут, и отсюда появилась теория один день, как тысяча лет. То есть, Бог творил землю за шесть тысяч лет, то есть, один день, как тысяча лет. Но здесь тоже есть свои неточности, и то, что не вписывается в эту теорию, но она есть и существует. Субтитры создавал DimaTorzok